Ну что ж, всем привет, ребят, с вами Джин, сегодня мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved, я очень рад, что Ark набирает большое количество просмотров, комментариев и больших пальцев вверх, спасибо вам огромное за поддержку, ребят, а мы, собственно говоря, продолжаем. В общем-то, Ark это игра, в которой есть действительно очень много всего, я надеюсь, что я смогу выжать все соки из этой игры. Опять же, ребят, чтобы не мучить вас добычей ресурсов, я поиграл без записи и, короче, мы вместе с ребятами добыли большое количество дерева, которое сейчас мне понадобится для постройки дома. Также здесь еще Сайрон и еще один парень, короче, настроили много всего, вы просто гляньте на это, короче, какие-то ворота, я этого даже не видел, честно говоря, сюда можно выходить? Воу, что за эпик, короче говоря, сейчас у меня есть большое количество ресурсов и это здорово. Еще я узнал такую штуку, вы, я думаю, могли заметить, что, смотрите, как много додосов, короче, сейчас про додосов пойдет речь, вы могли заметить, что мне постоянно не хватает еды, короче, и на записи я хожу там, убиваю животных, добываю с них мясо, и это не здорово, потому что я трачу на это время, и, короче, смысл в том, что здесь есть такая функция, как додосы, и додосы, они, короче, несут яйца, которые можно есть, сейчас я вам это подробнее, короче, покажу. Вот здесь, ребятки, уже этим занимаются, а я только начну растить свою додоферму сейчас. В общем-то, вот они, яйца додо, они, короче, восстанавливают очень хорошо еду. Вот, я хочу сделать свою додоферму, но прикол в том, что додосов будет много, и мне лень придумать им всем имена, короче говоря, ребят, и фокус в том, что тем, кто зарепостит себе на страницу этот видос, он будет в паблике ВКонтакте, вы просто делаете репост, и среди всех, кто зарепостил, я выберу людей, например, если у меня будет один додос, я выберу одного человека, кто получит, собственно, имя этого додоса, то есть, например, вас зовут там Лёша или что-то в таком духе, я не знаю, почему Лёша, я назову додоса вашим именем. Если вы зарепостите, я выберу одного из вас, короче говоря, ребят, но это... так, пока что планы. Сегодня у нас очень важный, очень важный эпизод, потому что, наконец-то, я построю свой собственный дом и не буду жить в гостях у Сайрона, съеду от родителей, короче говоря. Пора, пора, ребят, это сделать. В общем-то, у меня есть огромное количество ресурсов, и сейчас я хочу сделать действительно большой дом. Кстати, я уже еще один уровень прокачал до 150. Я качну себе, значит, урон в ближнем бою, и дальше я буду идти, наверное, в здоровье, в вес и, наверное, в выносливость. Но основным, конечно, сейчас будет вес и здоровье. А вот, что у меня есть суперкрутой шлем, который я тоже стырил, металлический он здесь валялся, короче, я решил его одеть, чтобы быть пафосным игроком. В общем, сейчас мы будем строить домину где-то вот здесь вот, а потом я попробую все-таки своего собственного додоса приручить, а дальше мы посмотрим. Леталдеран все еще находится здесь, они тусят тут вместе с мудзилкой. Леталдеран, кстати, я так понимаю, сам по себе уровень, что ли, прокачивает? Потому что, по-моему, я приручал его меньше, чем 21 уровень, но он просто здесь стоит, 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 и тем самым, короче, прокачивает левел себе. Так, ну что, поехали, ребят. Джинс, великий строитель, короче говоря. Дом будет из четырех фундаментов. Так, сейчас мне нужно затырить здесь дерево и соломы. Получается, нужно дерево и солома, и все, да? А, нет, еще нужны волокна. Ну, благо, и волокон здесь тоже дофигища, короче. Единственное, что я не могу передвигаться, когда все это крафчу, но начнем, собственно. За это еще дают очень много уровня, поэтому я прокачаюсь. Просто посмотрите, сколько здесь всего, и все это нам предстоит изучить. Это просто невероятно, сколько контента в этой игре. Это просто жесть, не зря она так много весит. Короче, мне нужен щит по-любому. Щит это пафосно. И пока что, кроме щита, я не придумал, что мне еще нужно. На пятнадцатом уровне откроется лук, откроется новая броня. Это тоже мы обязательно скрафтим. Я думаю, даже сегодня мы получим пятнадцатый уровень, потому что мне довольно много всего нужно сделать. И за это, как минимум, я получу уровень. Короче, сейчас мне, получается, нужно четыре фундамента. Как же много дерева стоит крафт фундамента. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько дают за один крафт. Девятьсот двадцать семь. Ну, как бы, вроде и много, а вроде и можно и побольше, на самом-то деле. Ну, ладно. Короче, сейчас я еле передвигаюсь, но, тем не менее, мне нужно... Получается, просто мне недостаточно дерева. Но, благо, дерева здесь достаточно. Я сидел, считал, сколько мне нужно дерева для дома моей мечты, и вышло тысяча двести десять, короче, дерева. И тогда у меня будет дом с четырех фундаментов и двухэтажный, собственно, шапку, кепку, вернее. И мы ему потом доделаем, чтобы дом был уже максимально крут, короче говоря. Так, ну что, получается, еще два фундамента. Так я могу сразу отсюда тырить, по идее. Или так это не работает? То есть, оно используется отсюда ресурсами или нет? Потому что два фундамента... А, ну хорошо, четыре фундамента у меня есть. Дальше дверной проем, получается, нет, все-таки нужно отсюда брать. Дверной проем и, значит, дверь. Это как минимум для начала. Ладно, как же много у меня дерева. Кстати, понемногу уже темнеет. А главное, чтобы у меня здесь все влезло. Но этих додосов можно переставить куда-то. Вообще, я не знаю. Я, скорее всего, этих додосов буду у себя дома держать. То есть, это не мои додосы. Вот, видите, здесь владелец другой парень. Вот. Вот, и эти додосы, собственно, дропают яйца. Даже когда ты не играешь, на самом-то деле, мы можем их потырить немного. Опа. Пока же только одно. Только единственная проблема, что мне придется искать только самок. Это тоже проблема. Хотя, на самом деле, нет. Эти додосов дофигища. Я испугался Сайрона. Так. Короче, что мне нужно, ребят? Во-первых, мне нужно... Зачем я вышел-то? Мне нужно положить на место, короче, это яйцо. Вот сюда вот. Так же быстро темнеет. Благо, ночь здесь недолго. Поэтому, в принципе, все в порядке. Так, что мне нужно? Мне нужно... Эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм. Четыре фундамента. Все нужно сюда вот складировать, дверь и... Есть. Так, эти фундаменты, они сами все, на самом деле, довольно большие. Но должно влезть. Раз, фундамент. Главное, чтобы я здесь что-то криво не построил. Ладно, я думаю, можно куда-нибудь сюда просто выбросить фальм, чтобы он здесь горел. Чтобы получше все это дело видно было. Так, а как его выбросить-то на кнопку? Подождите. Просто, когда он горит, я захожу в инвентарь, и он как бы... Ну, типа, выбросить. Но он не горит. Воу. Сайрон. Надо у Сайрона спросить, он по-любому знает. Слышь, Сайрон, как выбросить предмет на пол, чтобы он горел, короче? Ну, например, я хочу факел выбросить, чтобы он горел. Право кнопку нашли. Вот, вот, это мой... Это мой собственный гид, короче. Так, а где? Я потерял этот факел. Слышь, посвети, чувак, фонарем. Я потерял, когда ты его выбросил, я не знаю, где он находится теперь. У тебя есть вообще свой собственный факел? Ладно, мы сейчас возьмем, просто костер зажжем. Мы сделаем все гораздо проще. А куда я его выбросил-то? Вот, вот он, вот он. Надо тем более затестить эту фишку. Так, простой факел, здравствуй. Вот, получается, мы его поджигаем и выбрасываем. Вот, читы, читы, ребят. Так, теперь, значит, мне нужно... Эти додусы, они постоянно здесь что-то издают страшные звуки. Так, нет, этот факел надо подобрать. Он мешает постройке моего дома. Хотя я могу вот так вот его продолжить строить, в принципе. Но это не странно будет, что дом будет так близко. Хотя ладно, в принципе, пофигу на самом-то деле. Так, есть. Есть 4 фундамента, теперь получается дверной проем. И получается дверь. Ну все, в принципе, в принципе, идеальный дом уже готов. А на самом деле нет. Так, этот факел тоже я, пожалуй, сюда сброшу, чтобы он не мешался. Теперь, раз, два, три, четыре... Подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Получается, семь мне нужно. И если я буду строить двухэтажный, то мне нужно еще плюс 7 до 14, еще плюс 1, потому что дверной проем я не считаю. В итоге, как великие математики, я могу сказать, что вам нужно... Вернее, мне. Нужно 15 стен, короче. Так, факел главное подбирать. По-моему, не мой факел с Квирли, но... Хо-хо-хо! Кого это волнует, короче говоря? Так, ну что? Я запутался опять. Теперь мне нужно 15 стен, собственно. Так, опа, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп, я скрафтил сейчас только четыре, получается, да? Четыре, пять. И мне в очередной раз не хватает дерева. Окей. Пять, шесть, семь. Сайрон сзади балуется с дверью. Так. Какую дверь он-то вообще открывает? Подождите. Он там у меня дома, походу, дверь открывается. Так. Выходит семь. Восемь. Девять. Десять. Стоп. Девять. Десять. Еще пять мне, получается, надо. Так. Ну-ка сюда дерево. Раз, два, три, четыре, пять. Все, ровно пять выходят, и получается, сейчас мы построим два этажа, по идее. И, короче, начало будет заложено моего идеального супердома. Так, что-то я, по-моему, медленно передвигаюсь. Но я могу двигаться, короче, это самое главное. Так, еще. Деревянные стены. Слушайте, я прям вообще очень-очень тяжеленный молодой человек передвигаюсь. Здравствуйте, Леслзеран. Здравствуйте, Додосы. Прыжок. Нет, конечно, я не смогу прыгать с этой фигней. Так, поехали. Главное не натупить, потому что я знаю себя. Я могу здесь что-то не так сделать, а ресурсов там прям ограниченное количество, короче. Так, есть. Мне кажется, лучше эту шнягу изнутри. Ставится, по-моему, у меня готов уже более чем идеальный дом. Так, ну у нас вообще есть здесь ворота, поэтому нас не так просто зарейдят. Но зато из-за того, что у нас есть ворота, видно, где мы находимся очень жестко. И это как бы тоже может слегонца напрягать кого-то, не знаю. Знаете, люди, которые могут сюда прийти и увидят, что здесь ворота, здесь все так пафсно, они могут подумать, что у нас много ресурсов, но на самом деле это нифига не так. Так. Раз. Два. Пока я строю этот дом, уже светлеет понемножку. Три, получается. Четыре. Пять. Окей. Короче, а зачем я постоянно открываю это? Наверное, потому что я с факелом стою, да? Есть. А последняя стадия прокачки это каменный дом, да? Как я понимаю. Так, теперь мне нужно еще четыре. Короче, крыши насколько... Почему у него зеленый дом? Он его покрасил, что ли? Что за четыре? Короче, в этом котелке, насколько я знаю, можно варить краску, короче. Вот. И тогда, когда вы варите краску, вы можете покрасить дом, ребят, да? Так, задать пин-код. Мы можем задать пин-код, чтобы, например, кто-то им не пользовался? Кстати, это песня, когда утро происходит. Обалдеть просто. Так, кстати, вот-вот-вот, мы уже почти-почти прокачали. Так, получается, я тырю себе еще двести дерева. Вы перегружены. Ну, кто бы сомневался. И это то, что мне нужно, мне интересно. Деревянное перекрытие. Горизонтальная конструкция изолирует пространство снежного мира и одновременно является полом для верхних этажей. Мне кажется, это не то, что мне нужно почему-то. Но сейчас я попробую. Возможно, я отступил и скрафтал не то, что мне надо. Так, подождите. Давайте я оставлю здесь дерево. Мне просто интересно. Я же мог, ребят. Это то или нет? А, ну да, да. По-моему, это то. Да, все, здорово. Тогда я не наступил. Аллилуйя, короче. Так, быстро. Да, мешаются эти доды. Они прямо перед моим домом находятся. Надеюсь, их потом оттуда выгонят. Короче. А я смогу их себе в дом загнать, этих додусов? Скорее всего, мои будут где-то вот здесь вот тусить с вашими именами, короче говоря. Так, опа, великие прыжки. Сейчас я могу, в принципе, брать с собой яйца. Ими себя кормить, по идее. Так, ну, окей. Тогда мне нужно еще две. Еще три, вернее. Получается. Стоп, 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 стоп. Раз, два. И мне что-то не хватает. Подождите. По моим идеальным подсчетам у меня должно было всего хватить. Но почему-то это не так. Мне не хватает. Получается 40 дерева. Но идеальные подсчеты же. Ладно. 40 дерева в любом случае это не проблема. Пойдем быстро где-нибудь намутим. Вот тут скрытый проход. Как же эти ворота пафосно открываются? Короче говоря. Так, да. Как раз у нас в одной стороне лес, в другой пляж. Мы вообще очень даже неплохо обустроились, я считаю. Вот здесь вот можно охотиться на черепах. У нас прям деревня уже. А не просто дома, в которых мы можем там лутаться и мутить всякие штуки. Так, 40 дерева мне нужно. В принципе, с топором мы прекрасно понимаем, что это не проблема. Здесь как-то стрёмно немножко, наверное, потому что еще не очень светло. Знаете, такое чувство, что сейчас из-за угла на меня кто-то выбежет и просто на части порвет. Так, давайте. 4, 6, 11. Ну, короче, для нас 40 дерева это не проблема. Главное, чтобы я не был супер перегружен и на меня здесь кто-нибудь не напал. Потому что если я сейчас упаду, это будет крайне неловко. Вот здесь еще паразавр. Мне, кстати, вы писали в комментариях, что на 15 уровне будут доступны там новые приручения. Короче, ребят, просто гляньте, сколько здесь всего. Контент просто немерено. Я не знаю, сколько всего будет эпизодов по арку. Но играть в него мне приносит массу удовольствия, потому что это здорово. В будущем, я думаю, когда мы уже станем пафосными и клевыми ребятами в арке. Так, подождите, сколько? 41. Мне нужно 60. Будут всякие рейды, короче, набеги на других ребят. Это будет просто супер круто. Но пока что, пока что мы скромная деревня, которая понемногу развивается. Племя Джинслянди мы называемся, короче. Возможно, как-нибудь, когда я уже буду готов к тому, что на меня будут нападать и так далее, я дам эпишник сервера. Единственное, что вы понимали, это не будет никакой пиар этого сервера. Просто, если бы это был пиар, я бы сразу его дал. Просто это сервер, на котором у меня самый маленький пинг. Вот. И именно поэтому я на него зашел. Хотя, люди, которые присутствуют на стримах, я иногда там палю, короче, они в любом случае могут его найти. Поэтому я думаю, что люди специально не будут играть для того, чтобы меня убить. Хотя, кто знает, черт побери. Так, я уже запутался. Ох, как ярко, слушайте. Так, ну мне в ту сторону. В любом случае. 60 я собрал, подождите. Да, я собрал 68. Могу себе позволить. Что? Чтобы полностью уже обустроить дом, мне там нужно сделать кровать. Но благо, кожу мы тоже накопили довольно много. Может, мне стоит немного больше дерева срубить. Так, еще 5, 6, 7. Окей, прекрасно. Стоп. Это черепаха. Черепаху я уже нашарился убивать копьем. Там дальше будет лук. Короче, ребят, очень, очень много всего клевого будет дальше. Сейчас, я думаю, если все получится, если я все правильно докрафчу, там, кровать плюс ящики, я должен уже сегодня получить 15 уровень, и мы заодно глянем сразу, какие там крафты доступны на 15-м. Вы устали отдохнить несколько секунд. Наверное, потому что я дерево дофигища добыл. Воу, воу, воу. Возможно, когда-нибудь мы соберем супердвежуху и нападем на вот эти вот кристаллы. Короче, контентом моревается. Игрушки, это меня радует. Это меня действительно радует. Беги, Джинс, беги. Этот шлем, кстати, топовый. Мне кажется, это вообще одна из лучших броней, потому что он очень круто выглядит. Еще мне нужен щит обязательно. 12 кожаная щит. Так, слушайте, я и сейчас себе уже могу сделать щит. Сколько эпизодов Маунтэнд Блейдса я пробегал со щитом, поэтому я думаю, для меня особой проблемой нагибать всех со щитом. Да вы посмотрите, как это выглядит. У нас тут реально уже целая деревня. Целая деревня. Так, здравствуйте, господа додосы. Стоп, я не в свой дом бегу, я понял. Мой дом покрасили в красный цвет. Ты что творишь? Зачем ты красишь мой дом, чувак? Красиво. Красиво, я понял. Так, раз. Два. И там, получается, нужно еще кусок. Ну, это разве для нас проблема? Ведь не зря я добыл себе еще дерево. Последнее перекрытие, короче. А, ну, по идее, я должен. Блин, тут не так уж и много осталось для того, чтобы прокачать уровень. 30 экспы, это фигня, по идее. Сейчас я еще крафчу сундук. Получается даже два, по идее. И плюс, а еще я скрафчу кровать. Тогда все должно получиться. Так. Ну, вот оно, последнее перекрытие. Я даже не натупил его с постройкой дома. Я могу гордиться собой, черт побери. Так, что нам, получается, нужно на кровать? На кровать нам нужно 40 кожи всего лишь. У нас есть кожа. Это здорово, потому что мы собирали все это дело. Так, кожа у нас не здесь. Здесь наркобилия яйца. Кожа вот тут. Вот я чувствую себя прям мажором, который берет ресурсы сколько хочет. Знаете, у меня в сундуках валяются тысячи ресурсов. Я могу брать какое, когда захочу. Так, получается, это сюда. Я кровать таки не скрафтил. Что это за звуки? Это звуки покраски, что ли? Так, а ну-ка. Господин кровать, где ты? Соломенные фундаменты. Интересно, а вот можно убирать крафты, которые мне уже не нужны? Потому что, по идее, я вообще уже больше никогда не буду крафтить соломенные фундаменты. Вот она, кровать. Поехали. Сколько тут топ-то за кровать? По идее, должно быть нормально. И... Вот, вот. Неплохо. Ну, кровать как бы стоит сорок. Тоже, это серьезная штука. Так, ладно, мы будем все по фэншую делать. Давай. Есть. Кровать. Вот здесь у нас будут сундуки, короче. Вот здесь будет костер. По-моему, идеально. Он же весь мой дом покрасил. Почему именно в коричневый какой-то цвет? Ну, ладно. Наши дома хотя бы отличаются. Хотя бы не в зеленый. Окей. Теперь операция щит и сундук. Щит это легко. Сорок дерева. Надо... Нет, это не так уж легко, как я думал. А для этого мне нужно еще дерево. Слушайте. Много дерева мне надо. Я так подумал. У меня еще топор скоро сломается. Что-то надо, чтобы обновить топор на всякий случай. Кремень, дерево. Но у меня есть кремень, дерево и солома у меня тоже есть. Поэтому да, если мы сломаем топор, то мы сможем его починить. Короче, в итоге сколько мне-то надо дерева, чтобы я лишний раз его не добавил? Забывал. Вы получаете, собственно... Так, это 25-50 выходит. Я начну пока что с двух сундучков. А, и щит еще 40. 90 дерева мне, короче, надо. Но я уж сразу там около сотен добуду. Можешь взять с собой Лицелдеран. Это что он скучает здесь? Пошли, дружище, за мной. Че ты скучаешь, правильно? Идем гулять, Лицелдеран. На прогулку, Лицелдеран. Все, супер. На прогулку. Так, двери за собой надо закрывать. Мы ведь вежливые джентльмены и культурные молодые люди. Мне кажется, Лицелдеран просто стопать нас будет. Слушай, Лицелдеран, я так подумал. Оставайся, наверное, здесь. У нас обезвоживание. Оу, гад. Так, все, Лицелдеран, не следует, дружище. Я тебя буду брать на замесы. То есть Лицелдеран мне нужен как мой суперзащитник, который будет в трудную минуту приходить и спасать меня, а как просто бегунок за мной. Он мне не особо... Хотя я мог бы его взять и заставить его дерево носить. Это не слишком жестоко, как вы думаете? Так, а ну-ка. Меня здесь никакая пиранья не убьет. Сейчас я просто пришел водичкой здесь попить. Все, здорово. Погнали наверх, короче, побыстренько. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Не получается, я понял. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну давай, чувак. Вот, здорово. Короче, около сотки мне дерево на... Эй, парень. Обновляй, обновляй, топор. Там потом будут железные вещи, короче. Они будут вообще, по идее, очень хреново ломаться. Ждем лейться, короче. Так, 9-9. Окей, 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 ребят. Интересно, а можно вот эти деревья, они потом растут? Потому что, по идее, как бы я вырубаю лес. То есть, в итоге, если я сломаю прям очень много деревьев, я же полностью срублю лес, получается. Ну, как бы это не очень. Если они растут, то за какое время? Это ведь тоже все интересно, на самом-то деле. Так, еще дерево, молодые люди. 7, 8, 9, окей. Сколько у меня в итоге получается? 56. Но этого мало. Это вам мало, я требую больше. Интересно, я себе, по идее, уже сейчас могу скрафтить щит. Давайте. Посмотрим, как он будет выглядеть. Я хочу быть щитоносцем. А он его сразу в руку одевается? Для него есть? А вот на руке щит, да, походу? О май гад. И мы можем защищаться теперь. Слушайте, мы пафосно выглядим со щитом. Все, я чувствую себя серьезным молодым человеком. Интересно, ему не тяжелее передвигаться со щитом? Потому что у меня закрывается подозрение, что с щитом мне просто сложнее двигаться. Так, здравствуйте, паразавры. Сейчас мы, насколько я понимаю, вообще в самой, 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 самой безопасной локации. Кстати, еще, опять же, в комментариях вы мне написали, что... Я спрашивал, можно ли убить вот этих вот огромных животных. Я забыл, как они называются. Вы мне сказали, типа, их вообще изи убивает. Там будут намного серьезнее дядьки. Я такой... Даже некоторые писали, не знаю, правда, это не значит, что их можно приручать. Я не представляю, как можно приручить такую огромную махину. Плюс-то на ней кататься можно. Это вообще какой-то шик-блеск. 50 не надо, я имею 38. Но я просто уже там сразу скрафчу. Так, ну давайте, ладно, уже этих три дерева срубим. Я думаю, этого нам достаточно будет, на самом деле. Так, и... 25. Воу-воу-воу, God damn right. Получается, 50 у меня имеется, да, на 20. 63 даже имеется. Короче, мажорно живем. Время возвращаться домой. Сейчас мы это поставим. Я надеюсь, у меня уже будет тогда следующий уровень. Но там буквально немножко останется. Может, все-таки я еще немножко помаю на деревья. Просто это тоже уровень как бы дается. Оп, оп. Если что, я смогу просто что-то сгорать. Просто я хочу сегодня повысить следующий уровень. И подумать, что же мне там следует прокачивать. Так, давай-давай-давай, братишка. Вот сейчас вешу полностью забьется. Вы перегружены. Я не хочу ничего выбрасывать на самом-то деле. Но по-своему-то придется кремень, камень. Я думаю, можно камень выбросить. Мне хватит этого, чтобы передвигаться. Да, все, камень выбросили. Можем двигаться. Здорово. А теперь с деревом мы покрафтим мештяки. Камень там, в принципе, я могу рядом добыть. Поэтому это не проблема. Заодно сейчас мы эти яйца похаваем, которые там есть. Так что у нас все просто супер под контролем. Сарен пришел тоже что-то добывать. Парень не скучает. Он уже вообще 23 уровень, просто дело в том, что я играю в основном только на записи и иногда типа на трансляциях. А Сарен вообще здесь зависает постоянно. Плюс у нас еще один парняшка в тройбе появился. Он, правда, не особо разговорчив, но он делает свои дела, скажем так. И он помогает, поэтому это здорово. Это здорово. О, Леталдеранс тут просачивается сквозь ворота. Привет, родной. Как дела у тебя? Давай ты будешь следовать за мной, чтобы я себя там на место поставил. Тон-то-ром-то-тон-то-ром-то-тон-то-тон-то-тон. Первая кровь. Ну и название у этих додосов. Додос, нарко-додо, додос. Э, додошечка. Что за? Не особо оригинальный этот парниша. Не следовать. Хотя, я, ребят, поверьте, еще менее оригинален. Именно поэтому я сделал конкурс, который на ники додосов. Короче, на моей супер-додо-фермы. Так, получается два ящика и того, сколько мне не хватает. Четыре экспириенса мне не хватает для уровня, но это ж несерьезно. Сейчас мы какие-нибудь шляпы там накрафтим, и в любом случае я получу уровень. Так, раз. Раз, я сказал. И, собственно, два. Есть. Слушайте, как у меня здесь все красиво. Я прям чувствую, чувствую пафос. Здесь он еще краски крафтит, насколько я понимаю. Ой, нет, я не хотел тушить гонек. Да, здесь какие-то ресурсы, бурзюк, наркоберик. Короче, много всяких ништяков. Так, я хочу сюда пробраться. Зачем я хочу сюда пробраться? Да, чтобы потверить яйца здесь. Опа, они, кстати, тоже очень много весят, но зато их можно есть. Смотрите, как жестко они восстанавливаются. То есть вообще прям жестко-жестко. Нет, ладно, не очень жестко. По двадцатке где-то они восстанавливают, насколько я понимаю, да? Ну, смотрите, у меня было двадцать, стало... Ну, да, почти по двадцатке. Интересно, давайте я их просто сразу низко сожру. Они же мне восстанавливают сразу дофига. Шестьдесят один, шестьдесят три. Да-да-да, есть их смысл сразу много. Есть, короче. Да-да, они сразу два восстанавливают. Ну, короче, еще два я сожру и все. Есть солома, получается. Что еще могу скрафтить, по идее? Такого, чтобы мне, в принципе, и понадобилось. На копье мне кремния не хватает. Ну, разве кремния-то проблема-то? Разве? Разве кремния-то проблема? Там можно просто затырить себе кремнию. Оп, 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 оп. Просто сейчас я копьицы наделаю и апнуруем. Просто сейчас основная задача, как раз таки, установить себе левел. И чего мне хватает для того, чтобы костер скрафтить? Камня не хватает. Камень я, короче, выбросил. Но, по идее, у нас там просто в ящиках должен быть камень. Камень это не такой ресурс, который нужен там готов. Конечно. Так, есть. Один костер я просто дома себе поставлю. Оуе, ребят. Да, здравствует новый уровень. В принципе, можно уже даже не подзапариваться с копьями. И теперь, собственно, самое важное. Что мы должны... Эй, спокойней, будь. Опа. Так, во-первых, я ставлю себе здесь костер, естественно, в этом углу. Посмотрите просто, как у нас все по фэн-шу, ребят. Так, опа. Что за лакшери лайф? Я в такой комнате сам бы жил, на самом деле. Так, получается, теперь я беру себе, наверное, вес. 120 сразу стало. И теперь-то у нас доступно очень много всяких ништяков. Ага, для того, чтобы выучить лук, нужна рогацка. Я понял. Возвращаемся к истокам. И, получается, выучиваем рогацку. Я хочу лук просто. Подождите. Каменная стрела. Обычная стрела с кременным наконечником не ломается. Хочу лук-стрелу. Есть. Дальше. У нас тут есть седло для кого? Чтобы приручить патчи. Седло для рапцера. О май гад. Седло для... А, нет. Это средство от насекомых. Парашют. Нифига себе. Воу-воу-воу. А, вот уже можно бустить в каменные стены, получается. Каменные кладки с пространства внешнего мира и раздел постройки с комнат. Короче, здесь много ништяков. Кормушка неподалеку к питомцу, чтобы есть седло, когда проколодается. Воу-воу-воу-воу. Сколько здесь валяется? Что-то такое. Каменная труба. Аккуратно для разветвления для системы используется для разветвления потока воды. А зачем поток воды? Это типа для ферм каких-то, что ли? Так, ну и качну себе, например, еще кожаную рубашку. Вот. Потому что мне нужна броня. Давайте посмотрим, кстати, как она делается. Ам-пам-пам-пам-пам-пам. А кожаную рубашку я уже могу скрафтить. 20 кожи и 8 балок надо. Это же вообще ни о чем. Прощайте тканевые вещи, короче. О май гад. Look at this guy, ребят. Посмотрите, просто как я пафосно выиграю. Так, эту рубашку можно сжечь и выбросить, мне кажется. Но она мне не нужна уже. Есть. Теперь я хочу сделать себе лук. Лук делается из дерева. Она слишком просто. А вот стрела, она делается из кремния. Это получается только одна стрела, да? Это сколько я их могу скрафтить? 6 штук, да? Это я, получается, весь кремний потрачу. Так. О, стрелы крафтятся вообще очень быстро. Это круто. Так, а уровень за них прокачивается или нет? Так. И стрелы я впихну куда-то на шестерку, наверное. Так. И имеется у меня 6 стрел. Опа. Так, ну, для стрел нам в любом случае нельзя использовать. Интересно, есть ли я вот сразу возьму прокляку? Вот, щит он сразу надевает. Это вообще пафос. Все, сегодняшний эпизод уже как минимум очень продуктивен на самом-то деле. Я хочу испытать на ком-то лук, наверное. Закрывает он ворота. Ладно, ладно, пусть он там балуется, короче. Так. А ну-ка, иди сюда, дружище. Я хочу показать всем, какой я мастер стрельбы из лука. Опять отсылки к маунту. Но в любом случае, не зря же я в маунте бегаю с луком и всех нагибаю. Через раз, конечно. Но, тем не менее, давайте посмотрим, как это закатит у меня в арке. Так, а ну-ка. Ну, ты будешь моей целью. Воу. Это было опасно. Бывают, надо драпы цыки. Так. Заряжаем. Стреляем. Мне кажется, мне надо гораздо больше стрел. Ну, в принципе, я понял, как это работает. А много ли урона наносит этот лук? А, еще прицелиться можно. Воу, я что-то об этом забыл. Ну, короче, штука прикольная. В любом случае, каких-то додосов или что-то около того можно использовать. Так, ладно, сейчас сгоняю к пляжу. О, там кракозил. План идти к пляжу отменяется, короче, абсолютно полностью. Так, хоп. Стоп, там находится наш дом или нет? Потому что мне кажется, что сейчас я завернул куда-то не туда. Так, ну, благо у меня есть такая вот штука, которая показывает, куда я бегу. По идее, я бегу в эту сторону. Да, но мне нужно попить воды, что у него жесткое обезвоживание. Нужно таскать с собой вот этот вот бурдюк, или как он называется, короче, штука, с помощью которой можно восстанавливать себе обезвоживание. То есть, потому что постоянно спускаться, это как минимум не комильфо, потому что в некоторых локациях вообще этих озер типа нету. И приходится гонять, бегать, и, короче, вы понимаете, о чем я на самом деле. Так, опа. Вот дом еще одного парня из нашего трайба. У него, насколько я знаю, вообще весь дом заполнен додосами. Нет? Нет. Кстати, можно затырить у него какие-то вещи. Он же не знает, что я могу зайти в его дом, потому что мы в одном трайбе. Хо-хо, желтый краситель. Кисть, у него есть очки для динозавров. Ладно. Джинсу своих не ворует, короче говоря, поэтому окей. Погнали. Я вообще туда иду или нет? Я должен где-то увидеть огромные ворота. Вот, это значит, что я дома. Я дома, и это классно. И назад. О, да. Лецалдеран тоже покрашен. Сайрон вообще всех покрасил, дикий парень. Ну что ж, ребят, на этом мы будем заканчивать этот эпизод. Если он вам понравился, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в паблик ВКонтакте. Пока и удачи вам. Всего хорошего. Встретимся в следующих эпизодах.